МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости дня. О событиях к этому часу готовы рассказать корреспонденты ОРТ и я, Татьяна Штиллер. И вначале коротко некоторые темы выпуска. Школы в Южном пока не будет. Администрация Оренбурга расторгает договор с проектировщиком. Именитые спортсмены и почетные доноры крови на одной площадке. В Оренбурге отметили день донора. Строительство парка и дорог в Новотроицке затягивается. Губернатор требует ускорить процесс. Дороги в Орске только начали ремонтировать, а уже нарушили техрегламент. В Оренбурге снимается кино. Местные актеры и режиссеры рассказывают о сложностях творческого процесса. Секреты большого спорта. Мастер-класс по хоккею от игрока сборной России. И начнем с предупреждения от регионального МЧС. Сегодня днем ожидается град. Погодное явление будет наблюдаться преимущественно в южных районах области. И будет сопровождаться сильным ветром и высокой температурой воздуха. В это время спасатели рекомендуют по возможности не выходить на улицу. Град может сопровождаться грозой. Поэтому прятаться под деревьями тоже не стоит. Лучше переждать стихию в здании. С проектировщиком школы в южном микрорайоне Оренбурга планируют расторгнуть договор. Об этом администрация города сегодня заявила на очередном заседании правительства области. В чем причина такого решения, узнала Наталья Мороз. Вопрос о строительстве новой школы в южном рассматривается детально. Позиция администрации города ясна. Проектировщик выбрал непонятную тактику. Заявленное техническое задание не было отражено в проекте. По непонятным причинам была увеличена плановая площадь самого здания, что привело бы к дальнейшему удорожанию строительства вместо обговоренной стоимости в полтора миллиарда рублей. О строительстве говорят о системе здравоохранения. В 2022-м в регионе запланировано строительство трех амбулаторий 26 ФАПов. Специалисты готовят проекты. А в подгородней покровке уже получено положительное заключение экспертов. Возведение большой амбулатории начнется уже в этом году. В ближайшее время объявят торги. Говорили на заседании правительства области и об экономии средств. В региональном министре уже посчитали, что свыше 51 миллиона рублей можно перенаправить на другие программы. Так, большая их часть пойдет на подготовку муниципалитетов к предстоящему отопительному сезону. Бугуруслан. Техническое перевооружение системы теплоснабжения. Замена и оборудование котельной номер 10. 7 миллионов 980. Бугуруслан. Техническое перевооружение системы теплоснабжения. Замена и оборудование котельной номер 14. 6 миллионов 646. Средства поступят в те районы, где запланирован капитальный ремонт котельных и систем водоснабжения. Остальная часть денег, а это порядка 16 миллионов рублей, пойдет на переселение оренбуржцев из аварийных домов. По традиции, большой блок вопросов на заседание областного правительства уделяется развитию сельского хозяйства Оренбуржья. Так утверждены изменения в порядок предоставления субсидий на господдержку и кредитование малых форм хозяйствования. Изменился срок подачи заявлений на получение субсидий. Он не может быть меньше 30 календарных дней. Более подробную информацию можно уточнить на сайте профильного ведомства. Наталья Мороз, Георгий Баруцкий, Новости дня. В Оренбуржье накануне с размахом отметили день донора. В областном центре на улице Советской прошла акция «Здоровый донор – здоровая Россия», организованная областной службой переливания крови при поддержке правительства региона. Все подробности далее. На площадках Оренбургские спортивные секции и клубы. Гимнасты, боксеры, тяжелоатлеты, борцы демонстрируют свои умения. За происходящим наблюдают горожане, губернатор и министр спорта области. С каждой группой фото на память. На одной из площадок боксер Габил Мамедов вместе с тренером. Недавно спортсмен завоевал путевку на Олимпиаду в Токио. Губернатор желает удачи и не пропустить удар от юных атлетов. Только здесь аккуратно, чтобы молодежь не побила его. В центре города с самого утра открыт мобильный пункт забора крови. Сдать ее мог любой желающий. Таковых оказалось 45 человек. В течение дня заготовлено более 20 литров крови. Присоединяется к донорам и Денис Паслер. Праздник продолжается у памятника донорам. Каждый год в Оренбуржье проводится 40 тысяч переливаний крови. В области проживают 11 тысяч почетных доноров, сдавших кровь более 60 раз. Награды из рук губернатора, медали, грамоты и благодарственные письма получают врачи станции переливания крови, активисты донорского движения, люди с редкими группами крови. Среди отмеченных и донор ковидной плазмы. Юрий Трунов сдал плазму 17 раз. Это помогло медикам бороться за жизни тяжелых пациентов в ковидных госпиталях. Более 30 выздоровевших смогли пожать руку своему спасителю на праздники. Конечно, приятно увидеть здоровые и счастливые люди. Я, находясь в красной зоне, сам лично видел человека, которому именно помогла антиковидную плазму. Он пошел на поправку. Он отлежал более 30 с чем-то дней после реанимации. Ну и после, я не задумываюсь, стал сдавать антиковидную плазму. Областная станция переливания крови одной из первых начала поставлять антиковидную плазму для производства первого в мире препарата ковид-глобулин, который сейчас широко применяется для лечения больных. Медики констатируют, интерес к донорству сегодня растет и у молодежи. 60% из них – люди в возрасте от 20 до 30 лет, ведущие здоровый образ жизни. Татьяна Штылер, Игорь Бероев, Новости дня. Реконструкция парков, ремонт дорог, подготовка теплотрасс к зиме. В Новотроицке состоялось выездное заседание с участием губернатора области. На что муниципальные власти стоит обратить внимание и какие работы удалось ускорить. Расскажем прямо сейчас. Аллея молодежи. Эта территория победила во всероссийском конкурсе лучших проектов в создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По решению жителей здесь сохранят арт-объекты – символы счастья и любви. На аллее планируют посадить более четырех сотен новых деревьев и кустарников, заасфальтировать дорожки, установить малые архитектурные формы. Пока территория на стадии укладки коммуникаций. А вот работы по благоустройству парка на Корецкой идут уже второй год. Губернатор рекомендует ускориться. Обсудили на совещании и дорожный ремонт. Отдельное внимание к въезду в город Новотроицк. Смета уже готова. После 1 июля проект выставят на торги. Затем будут заключены контракты на ремонт дорог еще на трех улицах. Отдельное внимание сейчас к вопросу подготовки к зимнему сезону. К 21 июня специалисты планируют планово перейти к капитальному ремонту сетей. В рамках инвестпрограммы в северном районе Новотроицка полностью поменяют опоры электросетей. В течение года в частном секторе планируют обновить две подстанции и построить новую. В конце встречи губернатор дал поручение руководству города проконтролировать, чтобы ни жилые дома, ни предприятия ТАСЭР не оставались без воды, тепла и электроснабжения. Он также рекомендовал сетевой организации обратить внимание на освещение дорог и территории экономического развития. Ольга Энгельс, Семен Воробьев, Новости дня. Сейчас прервемся и вот что будет во второй части программы. Дороги в Орске только начали ремонтировать, а уже нарушили техрегламент. В Оренбурге снимается кино. Местные актеры и режиссеры рассказывают о сложностях творческого процесса. Секреты большого спорта. Мастер-класс по хоккею от игрока сборной России. Это Новости дня. Мы продолжаем. Еда, электроника, коммуналка. Цены растут на всем. Инфляция в стране сказывается на всех сегментах жизни россиян. По данным Росстата, в годовом выражении инфляция в мае ускорилась до 6%. Это антирекорд за последние пять лет. За последний год продукты питания подорожали на 9%. Промтовары на 11%, услуги на 8,5%. За это время больше всего в цене выросли бытовая техника и электроника. Подорожание составило 10%. Рост цен коснулся и услуг ЖКХ. В среднем по России он составил около 4%. Но в отдельных регионах тарифы повысились до 6,5%. Покупка одежды и обуви также стала дороже. Основной рост цен коснулся летних коллекций и составил 3,5%. Плодовощная продукция, мясо и птица в среднем повысились в цене на 3%. В мае на российском рынке подорожали сразу 27 марок автомобилей. Всего же авто прибавили в цене в среднем 2,5%. Основная причина – рост стоимости комплектующих для производства. Подрядчик Ворский начал ремонт дорог с нарушения. Не соблюдаются технические требования. Делом занялась прокуратура советского района. Напомним, ремонт проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Улицы Светлая, Вокзальная, Станционная и Проспект Западный. На этих объектах подрядчик допустил сразу несколько нарушений. Нет знаков дорожного движения, ограждающих конструкции и временной разметки. Кроме того, во время работ на газон дорожники складывали строительный мусор, что также является нарушением. Между тем, контракт с Управлением жилищно-коммунального дорожного хозяйства и транспорта «Орска» заключен на сумму более 95 миллионов рублей. В целях устранения выявленных нарушений в адрес подрядчика ООО «Союз строя» внесено представление, которое находится на контроле прокуратуры района. За ненадлежащее исполнение муниципального контракта возбуждено дело об административном нарушении по статье 14.43 КОАП РФ. За ненадлежащее исполнение муниципального контракта возбуждено административное дело по статье «Нарушение технических регламентов при производстве работ». Оно сейчас находится на рассмотрении в Роспотребнадзоре. На ремонт дорог ранее жаловались и местные жители. Людей взмутили кучи строительного мусора между рынком и магазином. Это серьезно затруднило проход. Не устраивает торчаны то место, где будет пешеходный переход. Они даже написали коллективное письмо в мэрию с просьбой сделать зебру в другой части улицы. По словам специалистов администрации, изменить проект уже невозможно. Срок исполнения муниципальных контрактов – 10 октября. Однако к середине лета ремонт дорог в рамках нацпроекта планируется завершить. Через два с небольшим месяца, 26 августа, в Оренбурге стартует международный кинофестиваль «Восток-Запад. Классика и Авангард». Сегодня заканчивается прием заявок на участие в российском конкурсе «Сплетенные параллели». Создатели Оренбургского кино пока не решились на участие в фестивале, но тоже не теряют времени и упорно работают над новой картиной. Что происходит на съемочной площадке и не только, узнал Максим Миногин. Порезы, ссадины и ушибы. У гримера стоит задача сделать эффекты реалистичнее. В уютной обстановке собрались актеры и съемочная группа Оренбургского кино. Мастера показали на добровольцах, как добиться желаемого результата своими руками. Искусство грима – дополнительный инструмент, помогающий актеру максимально точно передать режиссерский замысел. Сегодня в Оренбурге проходят съемки фильма под рабочим названием «Боксер». Режиссер фильма и автор проекта Роман Галетов содержимое сценария держит Таня, но уверяет, картина порадует любителей разных жанров. Основная идея – это становление личности чемпиона. Сам спорт мы здесь не затрагиваем. Это чисто будет просто показан частично бой в процессе фильма. Ну, как бы там тема, то есть проблемы спорта мы затрагивать не будем. Это не главное в фильме. Роман не скрывает, что сложности в плане съемок все же есть. Нехватка нужного оборудования и отсутствие финансирования замедляет процесс. Но надеяться, решить проблему удастся в ближайшее время. Ранее он отснял короткометражную картину под названием «Наоборот». В качестве актера снимался в художественных фильмах именитых режиссеров Кима Дружинина, Андрея Шалепы и Александра Прошкина. Исполнитель главной роли фильма «Боксер» Александр Монахов считает важным развивать региональное кино. Я считаю, что киноиндустрию в Оренбурге надо развивать, потому что очень много талантливых, на самом деле, людей, которым надо дать возможность раскрыть себя, проявить. Александр отметил, что работа на съемочной площадке вызывает разные эмоции. Бывают трудные моменты, но хорошая команда и увлекательный процесс дают возможность воплотить мечты в реальность и вывести новый фильм в прокат уже в этом году. Максим Миногин, Митрий Павляков. Новости дня. О спорте. Мастер-класс от профессионала. Игрок сборной России, воспитанник Орского хоккея Владислав Каменев провел открытую тренировку с оренбургскими мальчишками. Каменев – воспитанник клуба «Южный Урал». Из Орска Владислав ушел на повышение и в составе магнитогорского металлурга выиграл кубок Гагарина. После этого он отправился за океан, играл в НХЛ за Нэшвилл и Колорадо, а в прошлом году вернулся в Россию и сейчас выступает за питерский СКА. На минувшем чемпионате мира в Риге Каменев дюбетировал в национальной сборной и оказался одним из немногих, кому по игре нет претензий. В хоккее сейчас межсезонье. Часть отпуска «Форвард» решил провести на родине – в Орске. По пути туда титулованный хоккеист согласился провести совместную тренировку с юными воспитанниками спортшколы Олимпии Саренбургского района. С радостью приезжаю показать мальчишкам мастер-классы. Недавно с чемпионата мира приехали, и мало времени на отдых, потому что нужно к сезону готовиться, и нас будут собирать скоро. Пока просто отдыхаю. Сейчас вот домой на несколько недель. Дальше буду уже потихоньку готовиться. В ледовом комплексе Олимпии с поселка Пригородный звездного спортсмена встречали два с половиной десятка юных хоккеистов. Безусловно, и опытные тренеры, работающие с подростками в местной спортшколе, знают и умеют, как проводить занятия. Но когда дает советы и помогает в тренировке нападающей главной сборной страны, это дорогого стоит. И, конечно, ребята навсегда запомнят общую тренировку со знаменитым земляком. Анатолий Юденич, Владислав Горбунов, Новости дня. Это пока все новости дня. Вернуться к обзору этой программы вы всегда можете на сайте media56.ru. А также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. Далее вас ждет подробный прогноз на ближайшие сутки в рубрике «О погоде не только». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова